Здравствуйте, Мария Юрьевна. Здравствуйте, Ирина. Да, совсем недавно у вас прошел юбилей, да, Рязанская филармония исполнила 77 лет, с небольшим опозданием, и все-таки хотелось бы поздравить коллектив с этим значимым, я думаю, для вас событием. Спасибо. Ну, я так понимаю, что год вообще будет достаточно интересный в плане мероприятий, и близится юбилей одного из самых ярких коллективов филармонии. Этой осенью Рязанскому академическому русскому народному хору имени Евгения Попова исполняется 70 лет. Вот расскажите, пожалуйста, как филармония готовится к этому событию. На пороге этого яркого юбилейного события Рязанская филармония готовит к проведению ряд мероприятий, которые начнутся уже у нас буквально на следующей неделе. 19 марта исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФСР, бессменного руководителя Рязанского хора на протяжении 37 лет Евгения Григорьевича Попова. И мы с большим трепетом и волнением готовимся к этому событию. 19 марта в 19.00 состоится юбилейный концерт, посвященный этому великому, значимому Рязанцу. А что будет в программе концерта? В программе концерта будут звучать его авторские сочинения, а также обработки народных песен. Ведь Евгений Григорьевич записал более 300 народных песен, и обработки этих партитур находятся в репертуаре Рязанского хора. Рязанский слушатель услышит самые яркие, самые его узнаваемые произведения, которые входят в золотой фонд Рязанского хора. Я думаю, что, конечно же, об этом хоре все рязанцы слышали, но, может быть, не все достаточно хорошо знают, в честь кого он был назван, кем был Евгений Попов. Если можно, немножко расскажите нам, что мы будем. Евгений Григорьевич – наш земляк, уроженец села Гулынки из Старожиловского уезда. Родился он в семье фельдшера. С детства проявлял любовь к музыке, очень хорошо играл на балалайке. И он поступил в Рязанский музыкальный, как тогда назывался, техникум. С отличием его окончил и в 1941 году поступил в Московскую государственную консерваторию. Но началась война, он был призван в Советскую армию и всю войну прослужил на Дальнем Востоке. Был награжден рядом медалей. После окончания войны он прибыл в консерваторию, но немного опоздал, вступительные экзамены уже закончились. Но педагоги вспомнили его, вспомнили, что он блестяще сдал экзамены накануне войны. И он был принят на курс хорового дирижирования. Причем учился он тоже у нашего земляка Клавдии Борисовича Птица, тоже выдающийся дирижер, народный артист СССР. Он был в его классе. Причем в его классе учились еще одни выдающиеся руководители народно-хорового искусства. Это Николай Кутузов, Галина Рождественская, у которой я имела честь учиться. И вот этот великолепный курс, когда в 50-м году прошлого века выпустился, все его выпускники стали руководителями государственных хоров. В 50-м году Евгений Григорьевич прибыл в Рязань, и до 87-го года он стоял у руководства Рязанского хора. Благодаря Евгению Григорьевичу Попову сложился художественный, профессиональный облик Рязанского хора. Коллектив достиг высоких исполнительских высот, стал гауреатом различных всероссийских конкурсов. Все хоровики с доброй памятью вспоминают об этом великом руководителе. Вот то, что тогда было заложено Евгением Поповым, на сегодняшний день, вы идете все по тому же курсу? Руководитель хора, заслуженный работник культуры Светлана Сухова, несомненно, хранит традиции хора, но при этом время не стоит на месте. Хор использует различные новые сценические формы, новые формы обработок музыкальных. То есть мы и храним, и развиваемся. Мария Юрьевна, помимо концерта, какие еще мероприятия приурочены к этому юбилею? В настоящее время Рязанская филармония совместно с администрацией города Рязани проводит работу по вопросу установления мемориальной доски на доме, где в течение 20 лет проживал Евгений Григорьевич Попов. Это дом по улице Горького, номер 37. Уже готов макет доски. Сейчас этот вопрос находится в стадии согласования. Мы думаем, что все будет решено положительно. И накануне дня рождения или после мы непременно установим эту доску. Это будут открыты публичные мероприятия. Мы приглашаем всех рязанцев. Горького, 37. О дате торжественного открытия мемориальной доски мы сообщим дополнительно. Мария Юрьевна, если отойти от юбилея хора, может быть, проанонсируете еще какие-то интересные мероприятия, которые планируются в недалеком будущем? В апреле этого года исполняется 100 лет со дня рождения первой основательницы, вдохновительницы рязанского хора, простой крестьянки, уроженки села Журавинки, Ряжского района Ирины Ивановны Косилкиной. Дело в том, что 1946 год – это дата присвоения хора звания государственной. Но как областной хор он начал свое существование с начала 30-х годов. И вот в то время руководила им вот эта яркая, обаятельная женщина. Еще раз подчеркну, она была простая крестьянка. Ее семье просто все пели, она имела хорошие организаторские способности. И в начале 30-х годов она организовала крестьянский хор, который впоследствии стал областным, и который впоследствии стал государственным. И руководство от Арины Ивановны перенял Евгений Григорьевич. И в апреле планируется цикл концертов на территории Ряжского района. Конечно же, Рязанский хор очень хочет приехать в село Журавинки. В самом Ряжске мы очень хотим дать концерт. То есть эти концерты посвятить землякам, первой основательнице хора. Мария Юрьевна, а вообще, насколько сегодня рязанцы, в принципе, люди, тянутся вот именно к хоровому пению, насколько их интересуют традиции наших предков, которые, в общем-то, в этом хоровом пении выражаются. Рязанская публика очень традиционна. Они любят народные обычаи, народные обряды, очень к этому тяготят. Такой хочу привести пример, что сейчас идет неделя Масленицы. Мы проводим первый раз, в филармонии проводят масленичный концерт, и у нас аншлаг. Так, поэтому нехватки публики на концертов народных хоровых коллективов не бывает. Рязанский хор всегда выступает с аншлагами. Гости, которые приезжают к нам, народно-певческие коллективы, омский хор, кубанский хор, воронежский хор, это тоже всегда аншлаги. Новый проект Рязанской филармонии «Тысячный хор» Рязанской области. Уже два года проходят концерты на День славянской письменности культуры. Также вызывают большой резонанс среди общественности. И мы видим, что с каждым годом публика все больше проявляет интерес к народному, и не только народному хоровому пению. А что это за проект «Тысячный хор»? «Тысячный хор» Рязанской области – наш региональный проект, но который организован под эгидой федерального проекта. Дело в том, что по вручению правительства Российской Федерации уже в этом году третий год, на 24 мая, День славянской письменности культуры, по всем регионам России организуются большие хоровые концерты. Где-то это небольшие хоры, у нас это тысячный хор, Санкт-Петербург – это пятитысячный хор. В этот день в одно время все коллективы выходят на какие-то значимые исторические места своего города, исполняют хоровые произведения советских, российских композиторов. Ну что ж, Мария Юрьевна, большое спасибо, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Я надеюсь, что рязанцы с удовольствием посетят все ваши концерты. Ну а вам желаем удачи в вашей деятельности. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»